МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем процесс по избранию меры пресечения для подозреваемого в убийстве девушки. То есть вы возражаетесь против того, что предлагает следователь, да? Да. Какой еще вариант есть? Что сказал задержанный? Несчастный случай на работе или трагедия из-за личной инициативы? Полный баллон. Мы только успели доставить к месту установки. Ему было уже на указание съездить, провести осмотр. Суд разбирается в гибели человека при обслуживании системы пожаротушения. А также ушел и не вернулся. Амир, я по бокам пройдусь. В поиске пропавшего человека. Это и не только прямо сейчас. Избрали меру пресечения. Сегодня Советский районный суд Казани арестовал подозреваемого в убийстве 28-летней девушки в ее съемной квартире на улице Толбухина. В ходе заседания выяснилось, подозреваемый и 21-летний уроженец Ижевска, Дамир Тухватуллин, страдает психическим расстройством. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. Подозреваемого в убийстве девушки Дамира Тухватулина задержали по горячим следам в день преступления 28 мая. По версии следствия, молодой человек пришел в квартиру, которую снимал девушку с единственной целью – ее ограбить. Находясь в помещении, он завязал свои жертвы глаза, завел в ванную комнату и начал наносить удары кухонным ножом. Позже безыханное тело обнаружил сожитель. Он же и вызвал полицию. 28 мая в квартире одного из домов по улице Толбухина, города Казани, обнаружено тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде 18 полуторезанных ранений, головы и туловища. По данному факту, следствия, не органом следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Убив девушку, предполагаемый злоумышленник, мигом обыскал квартиру. Деньги он не нашел, зато обнаружил различную технику. По материалам суда, подозреваемый сразу после убийства выборгнул со второго этажа. Собой он прихватил планшет, ноутбук и телефон. Сегодня 21-летнему подозреваемому в этом убийстве уроженцу Ежевска избирали меру пресечения. Следствие просило заключить его под стражу на два месяца. В свою очередь, предполагаемый злоумышленник, ранее давший признательные показания, на заседание раскаиваться не стал и в основном сохранял молчание. На предлагаемую меру пресечения ответил согласием. Как вы относитесь к тому, что вас на два месяца хотят закрыть по мере пресечения и содержание под стражей? Не возражаете. А? Довольте вылетели. То есть не возражаете против того, что предлагает следователь, да? Да. Какой еще вариант есть? В Казани ведь у вас места жительства нет? Нет. Учитывая, что и адвокат задержанного не возражало против ареста, молодого человека заключили под стражу до 28 июля этого года. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Крупная авария с участием грузовых автомобилей унесла жизнь человека в Алексеевском районе. Поздно ночью на 39-м километре автодороги Алексеевск-Высокий колок лоб в лоб столкнулись грузовик МАЗ и Газель. По предварительным данным, 23-летний водитель последний не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с многотонником. В результате аварии шофер Газели оказался зажат в салоне и скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. 53-летний дальнобойщик также получил различные травмы и был госпитализирован в Алексеевскую центральную районную больницу. Разбитые автомобили полностью перекрыли движение на этом участке дороги. Несчастный случай на производстве или в гибели мужчины виноват он сам, решив сделать то, что не входило в его обязанности. При обслуживании системы пожаротушения в архиве предприятия Нижнекамск-Шина в декабре минувшего года произошла трагедия. Баллон с газом лопнул, при этом один человек погиб, второй пострадал. Оба сотрудники коммерческой организации, занимающиеся монтажом и обслуживанием систем пожарной безопасности. И теперь потерпевшая сторона пытается доказать, что все произошло при выполнении работ, на который их направило руководство фирмы. Организация же уверяет, что мужчины должны были только осмотреть систему, что-либо делать не в их компетенции. Для обоих сторон дело принципиальное. Почему, расскажет Салават Мухаммадуллин. Полный баллон мы только успели доставить к месту установки. И, ну, полный баллон мы ничего не смогли еще делать. Воспоминания о том дне Решату Давлетову даются непросто. Вместе с напарником в декабре минувшего года он приехал в архив предприятия Нижнекамск-шина, чтобы заменить модуль системы газового пожаротушения. Неожиданно баллон разгерметизировался. Сильный хлопок. Решат получил травмы, а коллега погиб. В суде он вместе с вдовой своего товарища пытается доказать, что это был несчастный случай на производстве, ведь они в это время были на работе. Им было дано устное указание директорам по поддержанию в работоспособном состоянии системы газового пожаротушения, находящейся в архиве. Никакого указания директор фирмы, обслуживающей систему, не давала, так считает ответчик. Сама руководительница в суд не явилась. Ее интересы защищает доверенное лицо. Их позиция – выполнять работы сотрудникам никто не проручал. Да и в их обязанности это не входило. Ему было данное указание съездить, провести осмотр. Он съездил, осмотрелся. Все, больше никаких указаний, а за то, что необходимости замены, и в проведении никаких дополнительных работы не было. Это гражданское дело для обеих сторон принципиальное. Цена вопроса порядка полутора миллионов рублей. Именно столько могут получить пострадавшие, если все-таки суд признает, что несчастный случай произошел на производстве. Выносить решение без разговора с руководителем фирмы суд не стал и пригласил ее на следующее заседание. Салават Мухаммандолин, Алсуар Сланова, Евгений Вазаев. Вызов 112. Внимание, розыск. В Казани ищут пропавшего без вести Николаева Юрия Михайловича. Мужчина 1944 года рождения ушел из дома по улице Зорги 27 мая. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы. Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, короткие, глаза серые. Был одет в красную куртку, без капюшона, синюю футболку. На ногах темные брюки, белые кроссовки. Возможно, нуждаются в медицинской помощи. Все, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, родственники просят звонить по указанным номерам. В Нижнекамске ищут 54-летнего мужчину, который позавчера вечером ушел из дома, не вернулся и больше о нем никто ничего не слышал. Родственники пропавшего тут же обратились за помощью к волонтерам. Поисковики сразу наметили план, где может находиться человек и приступили к прочесыванию местности. Нафиса Минязова о результатах. На поиски пропавшего 54-летнего Сергея Гринчишина отправились волонтеры. Осмотрели ближайшие дома, подвалы и чердаки. Может гаражи? Здесь внизу гаражи. Гаражи, там надо проверять. Добровольцы отправляются искать пропавшего по врагам и гаражам. Они осмотрели местность, где находится старый родник. Заходили на стоянке в заброшенные здания. Мужчины там не оказалось. Гринчишин Сергей Евгеньевич пропал 28 мая. Примерно в 10 вечера он вышел из дома прогуляться, но обратно не вернулся. Дочь пропавшего обзвонила всех знакомых и друзей, но никто не знает, где может находиться Сергей. Трубку мужчина не брал. Вчера в час дня он ответил «да» и сбросил. Теперь его телефон недоступен. В данный момент на поиске где-то около 20 человек с нами присутствуют и близкие, и родные потерявшегося. И тоже так же надеемся, что все будет хорошо, и мы найдем его живым, здоровым. По словам родных, по характеру мужчина спокойно не выпивает, никогда раньше из дома не уходил. Волонтеры продолжают его искать. В день пропажи Сергей был одет в черную кожаную куртку, темные джинсы и кроссовки. Нафиса Минязова, Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Вызов 112. Находчивый автомобилист, хулиганы, пеликаны и пёс, заменяющий щенкам мать. Всё самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Забавная ситуация произошла на дорогах в Минске. Видеорегистратор в одной из машин снял дорожную разборку. Вот только конфликтовали не люди, а аисты. Что не поделили пернаты, остаётся неизвестным, но учитывая, как долго они решали свои проблемы у всех на виду, можно сказать, что это того стоило. Скупой платит дважды. Китайский автомобилист решил сэкономить на перевозке габаритных грузов и примотал 9 пластиковых труб к своему транспортному средству. По закону подлости он попался на глаза полицейским на первом же перекрёстке, прежде чем выписать штраф местные инспекторы. Ещё долго удивлялись такому чуду на дороге. Кусались, садились на головы и пугали гостей. Пеликаны из Калифорнии, посетившие выпускной, едва не сорвали церемонию вручения дипломов. Птицы устроили настоящий хаос. Один из пернатых пытался усесться в первых рядах, однако незваного гостя прогнали зрители. Тогда ему пришлось довольствоваться красной дорожкой. Несмотря на пеликанов, организаторы продолжили торжественную часть. Этому псу-отцу не позавидуешь. Судя по всему, щенки перепутали его с мамой. Они хотели молока и поэтому всячески тянулись к его соскам. Шокированная собака то и дело прыгала от своих отпрысков. Отбиваться ему пришлось несколько минут. Альбина Слагараева, Вызов 112. Это всё, о чём мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и на нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова